Здравствуй CryDiver. Сегодня мы скомпилируем C-Sharp Code проекта шутер от третьего лица без применения Microsoft Visual Studio через командную строку cmd. Открываем папку проекта CryEngine 5, нажимаем правой кнопкой мыши по файлу GameCryProject и выбираем пункт Gen8Solution. Делаем бэкап папки bin. В папке нахождения GameCsProj создаем cmd файл, например build.cmd и открываем его в notepad++. Я не буду выпендриваться и установлю сразу необходимую команду. Все что зеленым цветом, это комментарий и его копировать не нужно. Вам необходимо скачать и установить Microsoft Build Tools 2015, это как раз версия 14, что требуется для нашего проекта и у вас должен быть установлен для разработчиков NetFramework 4.5 и выше. Все ссылочки на необходимый софт в описании видео урока. Команда компиляции проекта состоит из названия компилятора или его полного пути, название файла проекта или его полного пути, или оно может быть не указано. Далее прописываются остальные команды, которые изменяют конфигурацию файла к спрой. Для выбора версии компилятора указывайте полный путь. С md файл уже можно запускать вручную для компиляции проекта, но лучше давайте настроим это дело в notepad++ для удобства. Если использовать функционал меню запуска или f5, то в cmd файле к названию проекта добавляйте его расположение, то есть указывайте полный путь. Так как notepad++ имеет баг или никто еще не задумывался над этим, в итоге при компиляции вместо пути cmd становится путь к самому notepad++. Давайте я вам покажу предупреждение, если убрать дополнительные команды. Для вас 7 минут для меня часов не помешало бы подписаться. Буква p перед двоеточием означает, что будет происходить изменение значения атрибута в теге project или в тегах тега property group. Терри b, debug type равно nano указывается, чтобы не выдавал предупреждение компилятор. Терри b, target framework version равно 4.8 указывается версию netframework, которая у вас установлена, чтобы не выдавал предупреждение компилятор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После установки полного пути через меню запуска или F5 все отлично работает. В предыдущем уроке мы настраивали плагин cs-скрипт, он мне не взошел и он не подходит для работы над нашим проектом так как он предназначен для netcore 6+. Давайте установим полезный плагин, где можем сохранять наши cmd команды, это будет полезно когда будем компилировать еще C++ проект. Настройте код плагина, как у меня. Для работы компилятора нужно в меню выбрать файл, открыть папку как рабочую область. Потом навести мышь на npp exec console, которая внизу, нажать левую клавишу мыши, F6, потом Enter. Консоль будет запускаться всегда при старте notepad++. Теперь я вам покажу как настроить компилятор в программе Visual Studio Code, это программа копия Visual Studio Code, только отключена телеметрия. Установите плагин для C Sharp и для CS Proy. Откройте рабочую область проекта, в меню выбрать файл Open Folder. Настройте команду запуска компиляции, как показано далее. Установите файл, это невозможно было. Установите г Продолжение следует... На этом урок окончен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях мнение об уроке, а также свои пожелания. До следующего урока.